И эти ощущения, которые вас заполняют звёздным стеклом, внутри лети, вы можете сказать. И первое, что приходит в вопрос, куда движется эта планета? Какие конкретные для вас какие творческие планы, цели, стяжеления в вашей жизни ближайшие? И последующие родные картины. Просто запомните всё, что снова приходит в голову. Вы не свободны, может быть, и с той картины, и с той картины, и с той картины, и с той картины. Только вы знаете о том, но запоминайте то, что приходит в голову. Ведь этот валик, это движение, это и ваш присос. Переживание Динары, которые пробудились в воде рисунку, которые вы из них в процессе обсуждали ощущения, у вас пробуждают ваши собственные внутренние процессы, которые для вас, для оправдывания ваших движений вперёд. Попробуйте, просто запоминайте то же самое приходит в голову. Какие ваши цели, проблемы, может быть, какие-то этапы, которые вы там достигаете? Попробуйте, пожалуйста. Есть что-то конкретное? Мне рассказывали подробности, что у меня просто есть, или ещё раз? Процессионные процессы. Процессионные процессы. Процессионные процессы. И те рисунки, которые возникают в ваших мыслях в воде, разгоняются движения. И те ощущения, которые возникают внутри вас. И это такой процесс, к которому вы можете вернаться, когда вы этого хотите по собственному желанию. Подложите. Для того, чтобы двигаться к своей цели. Какое вы захотите. По мере этого движения, на блюдае, следующая цель и следующая этапа. Хорошо? Хорошо. А как при этом вы себя чувствуете? Скажите ещё, пожалуйста, пожалуйста. Мне приятно, нравится. При этом тепло. Поток энергии. Причём не конкретно откуда-то, а как бы отовсюду. Отовсюду, конечно. Это есть внутри. Это есть и вокруг. Это объединяется с людьми, правда? Да. Когда мы говорили про то, что этот ваш проект очень интересный, когда люди дали друг другу разные вещи, точно так же, вот как люди и дали друг другу при желании. Долгодежки. По их схеме. Я думаю, что это вполне может одно, даже объединить объединение. А кто ещё что-то любопытное почувствовал? Ну, пожалуйста, кто ещё хочет поделиться? Можно я скажу? Да. Я не об ощущениях, я ещё хочу просто заметить, что здесь в этом портрете не только портреты тех, кого Наталья нарисовала, но и её собственные. Так что можно говорить об этом ещё и о Наталье нам, так сказать, восприятии. Тогда скажите, пожалуйста, а как вы видите Наталью через призму или в зеркале этого портрета? Как вы видите? Видите ли, я просто плохо-плохо вижу даже на таком расстоянии, поэтому мне трудно судить. Приблизим. Возьмите. Да, давайте. Там нету, я уже лазил. Ну, по-моему, она изобразила более суровой, чем есть на самом деле. Какое-то ощущение. То есть, если бы передо мной задача стояла, скажем, я бы более в мягких тонах это сделал. То есть, более мягкое впечатление и от лица, и от ощущения. Просто я видел вещи, которые она делала, эти самые альбомы, они более не такие серьёзные, не такие строгие. А любопытно. Вот то, что вы заметили как строгость в этом рисунке. Ну, может быть, уже самоглублённость. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а если подумать об этом, думая про этот портрет, и думая про то, что вы замечаете как строгость, это проявляется как-то в виде изменений вашего самоощущегося? В вашем состоянии. Когда вы думаете про эту строгость, что-то не получается? Нет, пожалуй. А не торопитесь. Не наблюдайте. Вот так же, как мы делали с Динарой. Вот сначала не портрет, есть только вы. И ваше состояние чисто в мире само по себе. А сейчас есть портрет. Глядя на него, вы думаете о том же, о чём уже подумали. И какие-то ещё мысли возникают? Какие-то ассоциации приходят в голову? Ассоциация странная приходит. И в голову. Так. И приходит в голову Пётр Первый. Так. Как и странно. А как именно он приходит в голову Пётр Первого? А вот через этот глаз и через этот зрачок. И так. А ведь на самом деле, кое-что есть здесь. С молодым Петром Алексеевичем Романовым. Ещё Петербург не было. Ещё не было окна. И вот порога будет ничего. Это скорее всего из фильма, может быть. А может быть из картины. По-моему, я не помню, или Серовский вечейк. Но Пётр с низкой точки зрения шагая вдоль набережной. У него чуть-то наклон, у него чуть-то не 45 градусов. Он такой вот весь. Летящий. Весь своих этих ощущений в будущем. Он летящий. И он направлен в будущее. Любопытно. А вот представление этой картины. И Пётр, который там запечатлён. И это движение, направленное в будущее, летящее, установленное, захваченное на нить. А это вызывает...